Большинство факторов влияют на эластичность спроса по доходу так же, как на эластичность спроса по цене. Например, спрос на товары роскоши будет эластичным и по цене, и по доходу, а эластичность спроса на товары первой необходимости и по цене, и по доходу будет близка к нулю. Тем не менее, есть один фактор, для которого наблюдается существенное отличие – это фактор времени. Эластичность спроса по цене в долгосрочном периоде всегда увеличивалась. Здесь же возможны различные варианты. Например, есть обширная группа товаров, сюда, например, относится большинство товаров повседневного спроса, для которых эластичность спроса по доходу в краткосрочном и долгосрочном периоде практически совпадает. Например, эластичность спроса на говядину по доходу и в краткосрочном и долгосрочном периоде приблизительно равняется 0,5. Это означает, что хотя рост доходов и приводит к росту продаж, но этот рост оказывается вдвое меньшим, чем рост доходов. Например, после 40% увеличения зарплаты мои затраты на мясо увеличиваются примерно на 20%, причем вне зависимости от периода. Аналогично, одинаковой, в пределах статистической погрешности, является краткосрочная и долгосрочная реакция спроса на одежду. Эластичность близка к единице, что означает неизменную долю расходов на одежду. Исследования оценивают ее примерно в 18-20% от доходов. И в ситуации экономического подъема, и в случае экономического кризиса потребители ведут себя одинаково. Вторая группа состоит из товаров, эластичность спроса на которые значительно увеличивается с течением времени. Представим себе человека, которому повысили заработную плату. Сможет ли он после 1-2-3 месяцев повышенных доходов приобрести себе квартиру, хотя бы в рассрочку? Скорее всего, нет. Вероятно, ему не хватит денег даже на первоначальный взнос по ипотеке. В то же время, длительный срок, в течение которого он получает повышенную заработную плату, заставляет его задуматься об улучшении жилищных условий. Поэтому в долгосрочном периоде эластичность спроса на недвижимость будет очень-очень высокой. Другим таким товаром являются зарубежные туры. Это тоже не дешевое удовольствие, хотя и стоящее существенно меньше жилья. Поэтому краткосрочная эластичность оказывается все-таки выше. Тем не менее, это благо также недоступно после кратковременного повышения заработной платы. Усугубляет ситуацию малая вероятность пойти в отпуск вскоре после повышения. При этом длительный период стабильно высокой зарплаты приводит к тому, что в отпуск люди едут за границу и эластичность в долгосрочном периоде значительно повышается. В третью группу напротив входят товары, эластичность спроса на которые падает с течения времени. Рассмотрим для примера ситуацию на рынке мебели или бытовой техники. Человек, получивший новую высокооплачиваемую должность, уже с первой, второй, третьей зарплаты в состоянии купить себе новый стол, диван, шкаф. Еще нет возможности купить новую квартиру, но уже можно обставить старую. Аналогично, денег может хватить на обновление смартфона или ноутбука, покупку нового холодильника и стиральной машины. В краткосрочном периоде рост спроса на эти товары будет очень велик. В то же время, маловероятно, что этот человек будет каждый год покупать себе в коллекцию по новому шкафу. Следовательно, в долгосрочном периоде воздействие дохода на спрос на мебель будет снижаться. Похожая ситуация будет наблюдаться и на рынке бытовой техники. В чуть меньшем масштабе все-таки возможность апгрейда и бесконечного стремления к совершенству никто не отменял. Но эластичность будет значимо снижаться в долгосрочной перспективе. Точные значения краткосрочной и долгосрочной эластичности спроса по доходу, полученные из разных источников, сведены в представленные на слайде таблицы. Кстати, исходя из этих данных, можно спрогнозировать, какие отрасли будут первыми выходить с кризиса. Те, для которых высока краткосрочная эластичность спроса по доходу. Скажем, в начале 2000-х люди были еще недостаточно богаты для покупки квартир или дорогого отдыха. Зато потребление мебели и бытовой техники существенно поднялось. Если же экономический рост продолжается довольно долго, можно посмотреть на ситуацию 2006-2008 годов, то наступает резкий всплеск числа туристических поездок, в том числе за границу, а также бум на рынке недвижимости. Субтитры создавал DimaTorzok